Скоро полтора года, как продолжается то, что российские власти обязывают называть специальной военной операцией в Украине. За это время произошло очень многое. В частности, перед нами разверзлась интеллектуальная бездна современной российской власти. Мы увидели представителей российской политической элиты перед лицом действительно сложной ситуации. И это зрелище оказалось не из приятных. Меня зовут Ксения Свердлова. Это проект «Сделай громче». Мы хотим, чтобы мир вокруг нас был понятен и безопасен. Для этого мы рассказываем о политике без вранья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе действительно важного. Не стесняйтесь писать комментарии, что вы думаете. Нам важно ваше мнение. Цели абсолютно понятные, неблагородные. Я с самого начала ведь сказал. Все делается для того, чтобы эти цели были достигнуты. До достижения поставленных целей. Нужно добиться всех целей, которые поставлены. Одна из главных целей операции это... В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Цель СВО остаться в живых. Целью перегруппировки. Целью. Именно в этом цель. Эти цели были... Выполнены. В общем, фраза «Все цели спецоперации будут выполнены» уже стала мемом. Ее как мантру повторяют все без исключения представители путинской элиты. Мы захотели понять, что же это за судьбоносные цели, без достижения которых жизнь России буквально остановится. Мы собрали цитаты лучших представителей российской номенклатуры и бюрократии, рассуждающих о целях спецоперации, которые либо уже частично выполнены, либо вот-вот будут. Объявляя о начале спецоперации против Украины в ночь на 24 февраля, президент России Владимир Путин обозначил ее цель следующим образом. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денисификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран. В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистки, настроенных людей и идеологии, добавил Песков. Уже 1 марта 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что главное... Главное для нас защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. При этом он также утверждал, что российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Однако не все разделяли этот тезис. Например, в марте 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял... Мы должны сделать так, чтобы в ближайшем будущем доложить нашему выполненному командующему, что мы выполнили восстание задачи и дальше готовы идти забрать в Киев. Эту позицию Кадыров занял после того, как Минобороны Российской Федерации решила в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Например, глава делегации Российской Федерации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что это не прекращение огня, это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях. В ответ Кадыров обрушился на Мединского с критикой. Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский чуть ошибся, да он формировал, да он неправильно сделал, да он. И поэтому вам не стоит волноваться. У нас есть свой командир, президент, верховный главнокомандующий, который смотрит на сто лет вперед, да он. И вы, если думаете, что он бросит на счеты, да он просто так, вот как сегодня нам это подносит, это никогда не правда. В июне 22 года Путин заявил, что конечная цель спецоперации это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. 13 июня 23 года Путин на встрече с военкорами сделал довольно симптоматичный намек. Смотрите, наши войска были у Киева, да, ну во-первых мы там договорились и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда они его выкинули. Но за это время мы вышли туда, где мы сейчас стоим, а это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю и практически все там за небольшим исключением Луганской народной республики. При этом тогда же Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом конечно ничего мы менять не будем и они для нас носят фундаментальный характер. Вопрос связанный с домилитаризацией, он конечно стоит очень так в практическом плане. Ну и защита людей, которые на Донбассе, да, к сожалению пока обстрелы есть и все, но в целом методично будем к этому идти, работать надо этим решать и уверен мы решим этот вопрос. Так что по большому счету никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции сегодня не произошло. Впрочем, палитра мнений намного богаче ортодоксального следования путинскому шаблону и включает подчас радикальные и даже экстравагантные трактовки. Мы воюем на то, чтобы у нас был мир. Мы воюем с коллективным западом. Цель СВО остаться в живых, но само по себе такая постановка цели объективного характера приводит объективно к восстановлению отечества. Еще немножко и нам пришлось бы с оружием в руках защищать Севастополь, защищать другие территории нашей страны. Позиции российского истеблишмента относительно цели спецоперации прекрасно иллюстрируют старое кредо. Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. И как тут не вспомнить старый номенклатурный принцип? Неважно что, главное возглавить. Мы считаем, что 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция по геносификации и демилитаризации Украины. Все делается для того, чтобы эти цели были достигнуты. И вот сомнений ни у кого на этот счет не должно быть. Они обязательно будут достигнуты. Потому что важнее национальной безопасности, национального суверенитета для наших граждан ничего нет. Конечная цель жителей Луганской Народной Республики, я уверен, что я выражу мнение подавляющего большинства граждан Луганской Народной Республики, это вступление в состав Российской Федерации. Некоторые российские государственные деятели стремятся быть Путиным еще в большей степени, чем сам Путин. Хотя некоторые говорят год, два, три, но я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполнены на все 100%. Это, я считаю, меньше всего то, что нужно делать. Надо забрать Одессу, Харькову надо забрать и потом по следующему вот так обезопасить наше государство. Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территории Российской Федерации, то есть выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять какие-либо иные виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть на километрах 70-100, демилитаризовать, вот если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова, для того, чтобы истребить эту заразу. Журналисты западных медиа не могли обойти стороной российскую симфонию ментального единства и сделали свои подборки самых запоминающихся ее отрывков. Не можем отказать себе в удовольствии поделиться ими с вами. Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и деноцификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее. Чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. В том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия. Все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса. Одна из главных целей операции – это, собственно, спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года. То есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики. Мы надеемся, что все эти цели, специальные военные операции будут выполнены. Ну и все, что связано было, как я уже сказала, с этникой и скультурой в первую очередь. Даже книги по кулинарии, они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. Но и компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов и под ними остальных западных стран на международной арене. Цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание, в первом моем, самом первом публичном заявлении обращения к стране, вооруженным силам, я прямо назвал целью. Целью, главное, помощь людям на Донбассе. Мы привели в этом выпуске очень малую часть объяснений, с помощью которых представители российской политической элиты пытаются объяснить причины кровавого кошмара в Украине. Нетрудно заметить, что в определении целей, которые обязательно будут достигнуты посредством военной спецоперации в Украине, у российской власти нет никакого единства, кроме общего упорства в слепом следовании по тупиковому пути. По сути, все эти трескучие фразы были ничем иным, как оправданием трагедии, начавшейся в 2014 году и вспыхнувшей с новой силой 24 февраля 2022 года. Этот кровавый кошмар не приведет ни к чему, кроме дальнейших жертв и разрушений, миллиардных трат на индустрию смерти и погружением нашей страны в пучину деградации и архаизации. Это безумство надо остановить как можно скорее. Что делать? Относиться ответственно к политике и не идти на поводу у людей, которые живут в своем мире, крайне далеком от реальности. Меня зовут Ксения Свердлова. Это проект «Сделай громче». Мы снимаем наше видео в России и для россиян, которые верят в будущее своей страны. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и Telegram. Ссылки в описании к видео. Напишите в комментариях, о чем мы должны рассказать в следующих выпусках. Берегите себя. Не слушайте инфо-цыган и идиотов. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok